За коренными китайцами мы отправились... нет, не на китайский рынок, хотя там их предостаточно, а в политехнический вуз. Сегодня здесь по обмену учится 103 представителя Поднебесной. Мэн Фань до того, как приехать в Россию, уже неплохо знала русский. Девушка хочет стать переводчиком, а вот китайский стала немного забывать. Да, да, когда мы общаемся с китайскими друзьями, я уже немножко забыла много выражений, как высказать свои мнения по-китайски, и очень устойчивые выражения уже немножко забыла. Это очень страшно. В России студентам из Китая приходится говорить в основном на русском, иначе повысить уровень знания нашего языка не получится. А вот русский парень Максим Рубцов, он же руководитель Центра боевых искусств «Белый медведь», с удовольствием бы общался со своими учениками только на китайском. С 2008 года он начал изучать этот язык, ездил на стажировку в Китае. Сейчас уровень знания китайского у русского Максима выше среднего. Недавно ездил в Новосибирск для сдачи HSK, это уровень языка, подтверждение уровня языка. И третий уровень из шести я сдал на третий уровень. То есть это, наверное, не каждый китайец способен сделать? Ну нет, для китайцев это нормальное дело, а вот для русских некоторых приходится попотеть. Китайский язык стал серьезно конкурировать с английским, говорит руководитель языковой школы Анжелика Мардини. И что любопытно, особый интерес сейчас проявляют родители. На курсы приводят детей, начиная с шестилетнего возраста. Китай рассматривается как один из вариантов, где можно будет учиться как в школе, так и в вузе. И, соответственно, работать в корпорациях, которые уже непосредственно на мировом рынке представляют себя. О том, что сегодня день китайского языка, студентка Ян Ли узнала только от нас. Обещала позвонить родным в Поднебесную и поздравить. Звучать это будет примерно так. Сегодня это очень много лет. Я желаю вам, что сегодня все люди очень много лет. Спасибо. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости.